Все-таки у нее урона побольше. Скрилекс ксюсу сегодня будет на личном канале стриме, так что если ты не подписывался, подпишись, следи там. Она этот турнир будет стримить, когда я уйду на збти. Вот, на самом личном канале. Так, с макея эдишн. Выходит син ставить вардик, вопа помедленнее. Помедленнее, она блинк не вкачала себя. И темпларка, скорее всего, поставит грамотный вард и заметит вард у Квиннов Пейнт. Еще ставится пауза, дум против секунду. Так, ну что, ребят, у вас есть еще минутка проголосовать, кто не успел этого сделать. В чатик заходите и голосуйте за победителя этой карты. Так, смотрим. Темпларочка ставит вижен, оп. И тут и Квиннов Пейнт тоже спалилась под этим вардиком. Так. Стоит прямо на грани. Но пока нет, пока нет. Пока темпларка пингует туда, но на самом деле варда там еще нет. И Квапа ждет, Квапа выжидает момент. Так, пингует снова. Но нет, 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 Квапа, она то ли обманывает, то ли что она хочет сделать, непонятно. Прям стоит на грани. Смотрите, как его тащит подрубил и стоит за виженом прям. Чувствует, чувствует, что здесь вардик. И куда же он будет ставить свой? Интересно. Сюда прям. Оп. Че он так долго стоит там, крутится? Заметили его, нет? Нет. Ой, как он же, как же он долго стоит? 15 секунд, 14. 13 до выхода крипов. 10. Он будет так до конца выхода крипов стоять? О, пошел. Поставил. Заметили, заметили, заметили. Да, заметили. Все, вардик будут ломать. Так, на топе. ZWJ. Забирает руну одну. Одну возьмет шаман. 2 в 2 по итогу размен. Спокойно, без драк, без эмоций. Привет, Кейзи. Здорово. Шот все ран. Ну что, чатик втопил за андердогов. Эдишн 40%. Всего лишь 40% голосов забирают неоны. И преддик получается 60%. Довольно-таки уверенный у чатика на команду Radiant. Давайте смотреть. Если андердоги заберут первую карту, это будет очень приятный бонус. Так, темпларочка в миде уже против двух героев будет стоять. Выходит сюда Чен. Ломает сентриком обсервер. Ну и темпларка тоже купила сентри себе. И сейчас нужно успеть сломать вражеский опс. Так, оп. Оп, все, отлично. Разменялись вардами. Ну, странно, что Чен прочитал этот вардо. Он вообще такой достаточно недефолтный получился. И в смаке его ставила темпларка. Чен прям на читах, на читах выходит. Ломает этот виржен. Хорош. Так, а где кентавр? Не понял. Почему кентавр? А, вот он просел. А что у него с хп? Где он так сильно просел? 10 ритолейта подвышку, что ли, дайвил? Непонятно. Почему у него так мало здоровья осталось? На топе вообще трипла пока что почему-то стоит. Они морфу не хотят помочь на нижней линии. Он один здесь, бедняга против Лины и кентавра. Это очень сложная линия для морфа. Конечно же, он даже в дабле здесь толком не фармит. А я уже не говорю про то, что он будет делать здесь соло. Ой-ой-ой, морфлинг. Какие шуски от него отлетают. Но благо пачка крипов за ним по тавр лезет. И он должен ее фармить. Здесь 57 урона. Должен... Да, хорошо добивать. Отлично. Что там в миде тем временем? Усина. 10 крипов уже. Марк его харасит серьезно. Но по крипстату пока что обойти не может. На квапе слабенько. Слабенько добивает крипов Марк. Темпларка пытается через все блейды пробивать. Ну, Shadow Strike легко выбивает даже уже второй рефракшн. Продолжает дамажить неплохо. Ну и Син тоже все блейдами здорово пробивает. И Ферстблат все-таки делают на тролле сверху. Зи Дэвл Ю Джей вместе с Парисом. Здесь еще и Тед, скорее всего, помог. Шейклз тоже был использован. Ферстблат забирает себе гримуч. У темпларки в мидеалу хп остается. Морф тоже страдает снизу. Но темпларка фрифармит. У нее 15 крипов. Она может себе позволить даже там какую-то лишнюю фласку заюзать. То есть 2 крипа добил условно или даже 3. И у тебя уже фласка. По сути. Есть лишняя. У того же Марфа снизу 7 крипов всего лишь. Против тролля он фармит, конечно, гораздо-гораздо меньше. Но и не умирает пока что. Скотелиш уже один раз отъехал в таверну. Марфа еще не убивали ни разу. Ну и у него такой получается оффлейн. Что в соло стоит здесь против даблы. Для рипера это невыносимо сложно. Ну и у него заканчивается хил. Не знаю, что он здесь будет делать. Вообще адаптиво ему пытается добивать крипов. У него нет вейформы. Здесь второй атрибут шифт всего лишь. Против Рерро драться нет смысла вообще. Рипер одного крипа добил. Потерял все хп и уходит отсюда. Еще не факт, что его Лина отпустит. Есть у него стики, конечно, но... Лина будет до конца его душить. Летит сюда уже товарищ Гриммич. Ну и будет прогонять Анарера. Ну а Марфу... Нужна фласка. Да, есть фласка. Отлично. Рипер прикачку что-то забыл выключить. В итоге фласка не полностью его отхилила. Ладно. Пойдет, пойдет. Как вообще в целом осилие командки визит? Ну, я не знаю. Мне кажется, они равные примерно. Да, то есть поменьше достижений Утим Эдишн. Поменьше они где-то выходили там в плей-офф и так далее. Но команда играет примерно одинаково. Одинаково средне. Я бы не сказал, что сильно они играют. По рангам, если взглянуть, то здесь 449-ый Рипер. Син топ-1000 почему-то. Не, ну это какие-то смурфы у них. У них не могут быть такие ранги. Это явно смурфы все. Здесь флайсоло 170-ый. Марк топ-150. 5. 46-ой РР. Сходилишус 13-ый и Рэйпи 12-ый. Марк насливал конкретно. У него был гораздо выше ранг. Я помню Марка в топ-100 точно. Может быть даже в топ-50. Сходилишус был в топ-10. Да, так он и остается. Топ-13-ый сейчас. Нормально. Так, пятая минута. Будут появляться баунти. Снизу уже готов ее забирать РР. Как минимум в одну. Скорее всего обе. Неплохо-то Крипер харасит этого Кентавра. Ему бы какая-то помощь не помешала на этой линии. Он бы вообще кайфовал. Здесь WJ соло бежит на шрайн. Темпларка в миде. Пока что с рефракшенами уже 3-го левела справляется. Здорово. Но Марк 6-й левел. Марк по XP обгоняет его. Хорошо очень добивает Син. Так, ну кстати, по идее рефракшена не хватит. Да, он закончится сейчас. Хотя тик. Оп. Раз. Еще можно обновить. Не получить дэмэдж. Ну ладно. Син не решил все так делать. 31 на 2 против 26 на 9. Но пока что Марк держится неплохо. Я думал, что у Квапы похуже будет. Дела с Крипстатом обстоять. И даже по дэнэм обгоняет на целых 8 крипов. Это значительно. Значительный результат. Красиво Марк бьет крипов на Квапе. Против ТАшки она тоже уже 6-й левел получает. Но у Квапы там почти 7-й уже. Так что по экспириенсу Марк все-таки впереди. Так. Ставится снова пауза. Какие же лаги у ребят, видимо, из Неон. Хотя обе команды играют, скорее всего, через VPN на сервере Сингапур. Вот Неоны, если я не ошибаюсь, в основном из Филиппин. А вот Team Edition. Team Edition это малайзийцы. Хотя нет, малайзийцы, по идее, должны с нормальным интернетом играть. И от Филиппин там не так далеко вроде бы. Ой, не от Филиппина, а от Сингапура. Да, это прям рядом. Малайзия, Сингапур. И от Филиппин там не так далеко. Сегодня много доты. Да, ребят, как обычно, сегодня весь день. Весь день доты. Сначала смотрим Red Ring Cup, потом идем на ZBT. Сегодня две Best of 2, потом еще одна карта и две Best of 3. Много-много дотки. Как вы любите, как обычно. Так, неплохо Рэпи фармить за вышечкой. Здесь уже ему ZWG мешать не может. Это тысяча преимуществ для Неон, чисто по фарму. Ну, Парис сверху горит. Ой-ой-ой, на Думе убегает. Он вернуть его никак не получится. Здесь закрыть тоже не выйдет. Снизу. Ой, хорошо, Рэпи сейчас пробивают. Да, Гримстрок тоже отъедет. Ну и Лину, Лину Риппер готов, по идее, провожать. Но контроля мало. Контроля мало, и Рэр отсюда уйдет. Очень быстро. Так, Гримстрок уже с кольцом для Риппера. Должен его отдать. Курьер такой личный. Ой, Риппер. Себе делает дальше в Рейс Бензик. И Линкенсферу быструю хочет покупать на Марфе. Так, Кин оф Пейн уже с седьмым левелом. Темпларка в лесу тоже седьмой получает. Ну, Син не может вернуться уже в мид. Ему там тяжело стоять. В мид приходит товарищ Шадоу Шаман. Под трапами. Будет получать экспутед. Будет фармить здесь. Так, вернулся Син пофармить. Не думаю, что это лучшая идея. Сразу же на него сейчас будет какая-то пытка атаки. Ну, топи шестой у тролля. Пятый левел Дума. До сих пор нет ультимативной. Ну, как-то слабенько пока что стоят Дум и Мор в свои боковые линии. В миде все отлично у Темпларки. Но вот снизу и сверху Тим Эдишн определен на проблемке. Атака на Риппера. Рейнксвелл срабатывает и его сейвит. Здесь гриммидж. Убивать морфа уже нечем по идее. Да, он слишком плотный. Перекачался полностью в силу. Ну, что-то очень пассивно, конечно, команды фармят на линиях. Притом этот пассивный фарм устраивает неонов полностью. Но не особо приятен Эдишн. Потому что Парис на топе 25 крипов на Думе имеет. В два раза меньше, чем у того же Кентавра снизу. И по экспе тоже у него просадки. Там целый левел он проигрывает. Дума еще и убивают сейчас. Провал линии от Париса. Здесь он уже на Думе ничего не сделает на топе. Там к худу Кентавра появляется снизу. Какой же плотный Рэппи. Магией его пробивать становится гораздо-гораздо сложнее. Тут уже в лесу во вражеском поселился Файсол. Он набрал себе зоопарк зверей. У него две Урсы, Кентавр. Парис говорит, иди сюда, дай-ка я скушаю кого-нибудь. Он быстрый, он догонит. Или нет? Странно, не погнался дальше. Хотя у него мув спид повыше, чем Урс. Мог бы и догонять. Окей, добирает себе. Шестой левел, наконец-то. Скушал Урсу маленькую. Ну, это уже 2000 перефарм. Пассивно, пассивно. Неоны перефармливают своего оппонента на этой карте. Так, Морф с Урсимейтом уже, если что, можно Кентавра пробивать. Превращаясь в небожию. А он так и делает, кстати. Подвышку полезно. Ничего себе. Агрессивный какой. Морфыч. Ничего, он рэп и не сделает, конечно, в соло. Ну, сейчас, по-моему, ему готовится что-то сделать. Флай соло плюс Марк снизу. Рунки отожмут как минимум. Ну, и Морфа желательно тоже загангать. Но он уже спрятался. Его, скорее всего, искать не будут. Да, уходит отсюда. Флай соло, уходит Квин оф Пейнт. Флай соло, кстати, в Смаке был. О нем, кажется, только сейчас понимают. Да, знают, знают, что он здесь. Грим Стролк. Подставляться не должен. Ну что, смотрим на Творс. Десятая минута. Тролли и Квопа выходят вперед с ними. Соревнуются. Темпларка за первенство. Морф отстал, но все же не такая большая разница. Там около тысячи. Чуть больше даже. Между Скадилишусом и Рипером. Рэппи не сильно обогнал Париса. Всего лишь на 400 соток. Ой, на 400-ки. Так, Син погибает здесь уже. Двойной Дум пошел. Отличный. В Чена и Квапу должны их забирать. Икс Волл-связка тоже работает. Идеальные два минуса для Зи Дэвл Ю Джея. Правда, они достаются почему-то. А, нет, Думу. Вот, Саппорт понаделал фрагов. Но Темпларку это все равно не спасет. Отомстили, конечно, убили. Но денег Дум заработал копейки. Квопа ушла в минус. Один Гримстрок только после этой драки. Остается доволен. Кхм. Так, снизу. Атака на Лину. Ну, Лина это труп. Скорее всего, сален свои формы адаптив. Есть минус для Рипера. Но тут зоопарк. Тут зоопарк. И он будет сейчас развлекать Зи Дэвл Ю Джа. И Зи Дэвл Ю Джа погибает. Риперу отсюда нужно делать ноги как можно скорее. Он уходит. Окей. Неплохие размены. Но при этом вышка упала. Утим Эдишн первая на этой карте. Ну и, наверное, не последняя. Потому что Чен пойдет дальше в мид. Со своими урсами начнет их ломать. Медовые вышки начнет ломать. Потом на топе тоже тавр стоит. Окажется сейчас под давлением Чена. Так, что он ждет? 12 минута. Стак себе сделал. Продолжает фармить. У него уже 2 урса, 2 кентавра. Какой же офигенный. У него здесь зверинец. Прямо реально круто. Он на горилле. Позади кентавра. Урса просто такой вот. Восстание нейтралов. Редко такого активного Чена встретишь с таким количеством крипов. Главное, чтобы он еще и всех контролил их грамотно. Забиндил кнопочки там и так далее. Еще и берет себе 5-го крипа. Это альфа волк. Который дает дополнительный урон всем. Как же это жестко сейчас будет работать. Главное их отхилить сейчас еще и отправить на базу. Да, он так и делает. Это прикольно. Прикольно. Эмпларка покупает себе блинг. 12 уровень уже имеется. Кин оф пейнт при этом левел 11. По фарму в лесу, конечно, копа сильно уступает. И ей нужно разгоняться именно за счет фрагов. А фрагов ей не дают делать. Она пока что с нулем убийств. И делает себе вейл оф дискорд. Да, темпларочка уже, в принципе, квапу не боится. У нее есть рефракшн плюс блинг. Она легко избегает атак. Оп, DWJ, здорово. Сайленс, Инксвелл. Побежали, побежали. Квапу взорвет. Продлится. Ай, да ладно. Стампид. Отлично использован здесь. Выживает кин оф пейнт. Снизу попытка была убить морфинга. Но фейсоло не позвал свой зверинец. Он еще где-то там на эншентах. Ого, он потеет. Эншентов стакает. Правда, что-то этот шаман решил постоять. Нормально ему. Кайфуется чисто. Руинер. Не дает стакнуть эншентов. Уже быстро крипы фармят под волком-то. Кентавр загулял на топе. Кстати, думаем, я так понимаю, его здесь приговорили к смерти. Да, отлично. Син очередное убийство забирает. Но потихонечку камбэкает. Эдишин, слушайте, у них очень хороший и сильный. И тимфайт в мидгейме. Да и в Лейде тоже офигенные герои. Так что они сейчас, вытерпев начало игры, уже после 20 минуты, могут стать сильнее. Гораздо сильнее. Там двойной Doom. Вот эта вот вся движуха с морфом, с темпларкой. Урона у них хоть отбавляй. Реально. Мне очень нравится, как они пока что играют. И мне нравятся их шансы на победу в мидгейме. Поэтому нужно что-то неоном предпринимать уже с этим ченом, идти ломать вышки. Как-то более, более агрессивно действовать. А то они просто фармят. И этот фарм для квопы, он ни к чему хорошему не приведет. Она уже проигрывает семь соток темпларки. При том, что она ее обгоняла. И сейчас идет такой пассивный фарм, который уже поприятнее Тим Эдишн. Когда игра переходит из стадии лейнинга в стадии эрли гейма, выигрывают по фарму те, кто хорошо фармят нейтралов. А здесь как раз таки у Тим Эдишн и темпларка, и морф, и Doom хорошо фармят нейтралов. Гораздо быстрее, чем тот же тролль вместе с кентавром и квопой. На топе рассыпаются неоны. Минус флайсола, минус репи. Отличные два фрага для темпларочки. И... да, это... Нет, даблкилл Тед забирает убийство второго героя. Но ТТ-1 вышка тоже упадет, поэтому довольны здесь Эдишн. Они отыгрываются полностью по золоту. Две тысячи оставания было. Теперь они уже ведут по золоту в миде квопа. Ее нужно как-то сейчас контролить. Сайленс есть у Грима. Полезал Сайленс. Марк не успевает отпрыгнуть. Инксвелл тоже сработает, потому что есть Хекс. Связка от Шамана готова. Но Лагуна залетает также от Лины неплохо в Грима. Стики живет. Грим связку на развороте выдал. 5 хп остается. 5 хп. Как же ему повезло. Лину дальше продолжает. Провожает Дум. У него четвертый Скорчетверс. Он должен ее сжигать просто-напросто. Но Кентавр уже рядом. И на Стампиде Барису будет сейчас мстить, скорее всего. Есть Пенитент. Темпларка готова с одного прыжка уничтожать Лину. Хорошо. Дальше за Ченом. Тоже взрывается трапа. У Кентавра неприятности погибает. Ой-ой-ой, сейчас морф перекачки опасно очень. Он успевает использовать твою форму, но Марк делает даблкил со своего прыжка. И добить Чена не получается. Не хватает урона у Темплара Сасси. Она купила себе Блинк, но не хватает Дезолятора как раз. Син спрятался. Нужен Вижн. Ну, триплкил уже для Марка. Темп Паут пытается сделать Синс. Блинка, отличная работа. Он отсюда уходит. Ну, драка получилась еще такая неплохая для Ниона, учитывая байбэк вопы. А он окупился в разы. Она триплкил сделала. Хотя как в разы? Она 200 голды всего лишь заработала. Две сотки. Ну, это мало. Это мало. Тот же Мор заработал 550. Пять с половиной соток. А три сотки для Темпларочки. Так что, в принципе, Корр и команда Тимодишн все равно в плюсе. И эта драка получилась невероятно крутой. У Сина уже будет скоро Дезолятор. И он сможет буквально с нескольких ударов вырубать Чена, вырубать Лину. Ну, и, в принципе, Кентавра тоже. У него армора очень мало. У него девять арморов всего лишь. И это практически полностью будет резаться Дезолятором. Все, ума, доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро, ребятки. Кто просыпается, залетает на стримчик. Всех-всех-всех приветствую. У нас сегодня весь день азиатской, китайской доты. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Готовьтесь. Делайте вставочки. Кайфуйте. Ой, какая классная атака на Марка сейчас. Инста-хекс с линзой. Уже шаман. Как же это круто. С огромной дистанции работает этот самый хекс. Да уж. Ну, это печально уже для неон, потому что у них герои уязвимы от этого контроля. То есть я уже не говорю про то, что там дабл-дум еще один раз всего лишь реализован в игре. А эдишин уже смотрится сильнее. Им сейчас достаточно в драке нажать дум в условную лину и тролля. Или в лину и квапу. И все, они выиграли уже. Тролль ловит хекс. Опять-таки дум-дум-дум нужен, но есть там пид. Пока не спешат использовать. Хорошо, тут чиньстайн от кентавры. Три варстомпа. Нормально. Еще и минус по думу должны делать. Правда, Морф залетает неплохо в тролля. Нужно как-то с ним справляться. Есть танчик от кентавра. Шамана здесь заберут. Темпларка спряталась. Делает бинкаут отсюда или нет? Или она готова драться? Окей. Она готова драться. Не знаю, лучше ли это идея. Морф закатывается сюда же. Выдает адаптив урона. Не хватает, чтобы добиться кедилишиуса. Трапа взрывается. Но драться здесь уже тимодишин не смогут. Не хватает военного дума. Немножечко в драке они фейлят. Но сейчас гений ночения. Просто по троим дал три стана. Это вообще как? Что это за дичь? Как он это сделал? И где, кстати, эти все кентавры? Непонятно тоже. Они сдохли все в драке или что? Я не вижу ни одного нейтрала у Флайсова. Похоже, придется зоопарк собирать заново. Ни одного крипа нет. Или я просто слепой? Да нет, их нет. Всех зафармили. Тех убили. Здорово, Влад. Как тебе Виха в ликвид? Здорово. Ну, Виха хороший игрок. Посмотрим, как он пишется в коллектив. Тут нужно смотреть, как он будет играть с ними уже непосредственно. То есть сам по себе он сильный игрок. Но вот как он будет играть с ликвидами? Как он с Мереклом будет стакаться? Это интересно. Так, в замоке. Не он. Готовы идти. Вперед. Исправлять ошибки молодости. Отыгрываться нужно. Находят Лину, правда, там тем временем эдишн в миде. Лина не готова отыгрываться. Лина хочет фидить. Окей. Тиммейты разбивают смок. Лина подходит, просто умирает. Вышку, кстати, квапа подденаила в крысу. Но при этом там уже упал Рошан. И Аегис достается морфингу. Темпларка с дезолятором уже. Темпларка с выходом в БКБ. У Марфа при этом есть линкенсфера. И Атериал следующим артефактом будет появляться. Это здорово. Контритролля. Это также неплохо затыкает и взрывает Кентавра. Ну и в целом отличные статы для Марфа. Ловкость против тролля лишней не будет. В 15-й тэвелу с Ходилишиуса. У него есть БФ Яша. Тоже богатый достаточно тролль. Но он топный творос сейчас. Если его думом не закрывают. Он уже сей. Он готов будет убивать многих. Так, ну, Крипов зафармят здесь. Кентавр, опять же, с Тампидом спасает всех. Так. Террор, конечно, с БФом фармит как бешеный. Разница уже полторы тысячи с Марфом. Я думаю, она будет увеличиваться. Так, Тампларочка. Снизу 17-й уровень. У Квин оф Пейн левел 15. Только лишь Марк уже проигрывает сильно. И по золоту. И по левелу. Клопа. Может еще убивать саппортов пока что. Берстом своим. Но попозже она уже будет смотреться очень-очень слабенько. Ей нужен будет Блэкинг Бар. А она себя даже Орчет еще не дособирала. Так, вышка снизу будет падать. И на хайграунд уже эдишн готовый. В принципе, а что им мешает? У них есть варда шамана. У них есть Морф с Айгисом. И они легко забирают эту тревышку. Под дезолятор. Ломают тавр нереально быстро эти змейки. Но их зафармил Марк. Змеек больше нет. Драться, наверное, эдишнам тяжеловато. Хотя есть двойной дум. Хекс туда же. Как же больно. Моментально взрывается Флайсоло и Марк. Марк без Вайбека. Тут даже и рэпи отправили. Да, сложно. Очень сложно. Нажать две кнопки и всех убить. Это прям очень просто для команды эдишн. На топе, правда, сходили. Шуц готов сприт пушить. Делать тэп аут. Бить его у темпларки нечем. И выкупается кентавр. Будет попытка задефать. Развели, развели темпларку на тэпэшку. Неплохо Марфа пробивают. Он чуть не потерял Айгис. Уходят отсюда на вейформе. Тролль идет вперед. Ловит стан. Стампид в итоге в никуда. Лина страдает. Лина быстрая станом. Марфа зацепила. Но там вейформа будет через секунду. Хекс есть также и на кентавра. Морф отсюда укатывается. Но должны. Должны уходить в принципе все. Даже шамана продавать не придется. БКБшка у темпларки. И стороны больше не будет. Милишный барак. Сломали эдишн. Так что теперь можно по миду идти или по топу. Там еще Т2 вышки стоят. Очень уверенно играет эдишн на этой карте. Прям красавчики. Какой-то гений на них поставил при матчем. Я думаю уже сидит, читает, читает б-боссы. Но на самом-то деле камбэк потенциал у него тоже неплохой. Если будут ошибаться Морф с темпларкой, троллих тоже сожрет. Поэтому тут главное качественно доиграть. Главное не нафейлить сейчас. Красиво очень эдишн реализовывает дабл дум. А в Т3 команды такое редко ожидаешь. Эдишн реализовывает дабл 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 дабл. Ну что, по миду? Конечно же по миду. Аегис будет выпадать уже через 30 секунд. Но там Этериал у Морфа. Поэтому может себе позволить снова драться. Тем более, что появляется дум и салбайнд. Можно опять-таки комбинировать. Идти на хайграунд по миду. Там на топе, кстати, тоже пушится линия. Поэтому, возможно, сейчас отойдут Эдишн наверх. И пройдут, еще сломают последнюю Т2 сверху. Чтобы уже наверняка закончить. И отпушить линию тем самым поверху. Так, кентавра зацепили. Краской. Нет, нет, нет. Его трогать не будут. На топе уже Морф. Поэтому, я так понимаю, сейчас Эдишн отойдут. И по верхней линии, да, как я и предположил, пойдут ломать последнюю внешнюю Т2 вышку. Напомню, ребят, что для всех моих зрителей в паблике ВК в моем личном розыгрыш Арканы на Фантом Ассасин проходит. Поэтому залетайте обязательно, принимайте участие. Очередной розыгрыш для вас, для моей любимой зрительской базы. Все анонсы стримов ВК, для вас много контента. Разные важные новости, обновления там. Все, что у меня происходит в жизни, тоже важного и неважного, там появляется зачастую. Поэтому подписывайтесь, следите, участвуйте в розыгрышах, конкурсах. И задавайте вопросики в комментариях, там пишите в личку и так далее. Все это доступно. 4 тысячи перефарм для Эдишн, шмотки достаточно приятные. Это БКБ для Тэмпларки, Этериал Блейд для Марфа, Дабл Дум заряжен под Кримсоном. Сейчас Эдишн пойдут просто-напросто на хайграунд по верхней линии. У Нион последний шанс какой-то на тимфайт сейчас. Если они его проигрывают, скорее всего, это конец для них, как минимум, потому что у них ноль байбека. Вообще ни одного байбека они не оставляют перед дракой. Закупаются на полную. БКБшка у тролля свежая появляется. Оквинов Пейн Оршидт, по идее, есть. И Кентавр с Кримсоном и с Энджой. Дума, Дума, Дума заметили. У него есть Бинкаут, его сбили. Три секунды, у Дума проблемы. Нужно бежать отсюда, срочно спасать как-то Дума. Связка пошла от Грима. Дум туда же, Хекс работает. Это уже минус Кентавр и минус Тролль. Какие же сейчас куски отлетают от неонов. Напомню, байбека у них нет. И Флайсоло отсюда тоже никуда не уйдет. Тоже труп. Ну все, можно сдаваться. В принципе, это мегакрипы сейчас будут за 50 секунд. Там еще и РР на замедление поймали. А, и УСИ на двойной урон был, конечно. Там куски отлетают еще бы. Плюс 140 урона на халяву. Да, ну, я не знаю, куда летят неон. Зачем они нападают на Дума, когда у них 0 дизайблов. И так легко отдаются сейчас. Прям ужасная ситуация. Красиво, слишком красиво работает двойной Дум. Дум, и ничего с этим не поделаешь. Нечем спасать троллям, нечем спасать кентавра. Там, если бы еще кентавра, этот Дум не залетел, можно было бы нажать стампит, попытаться убежать, отойти. Позиционку нормальную занять. Но Дум тоже попал на кентавра. И такие прям два классных героя. И тролли, кентавр. Самые герои, которые должны были попасть в Дум, они в него попали. Круто, круто, круто. Первую карту эдишн должны забирать. Остается одна сторона, всего лишь у неон. Мега крипов сделать не вышло. Они счет медленно пушат. Морф вернулся на бот. А здесь уже Марк. БКБшка у Рипера появилась. Кстати, что-то он заподозрил, по-моему, на квапу. Да, здесь... Пытка была еще. Крип сагрился, но Рипер забил. На это квапа делай тэп аут. Так, миди. Поймали Дума. Вот это уже неплохо. Но опять же, Грим рядом. Готов вязать. Дум. Без ультимейта, правда. Связка пошла, но нечем, нечем, нечем ее продлевать. И Грим строк тоже отдает свою жизнь. Ну вот это под фид пошел от Тим Эдишн. Такой неприятный. Первую драку, наконец-то, неон выигрывает. Но опять же, драка это назвать сложно, потому что здесь не было темпларки, здесь не было Марфа. И даже шаман не успел подойти. То есть, по сути, два героя просто тупо нафидели. Это не драка. Избиение Дума и Грим строка. Ну и на Рошана попытались зайти. Неон его не оказалось. Еще 50 секунд с таймером не подпортило им. Сейчас было бы приятно забирать с Р плюс Аегис, но увы, 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 нет. Нельзя. Ого, под трапой. Что за гений? Что за гений? Что за гений? Вау. Что творит? Смотрите. Смотрите на этого гения, монстра. Офигеть, Син. Браво, браво. Я такого еще не видел. Вот это задрот. Ха-ха, хорош. Чисто залез в трапу и взорвался. Красиво. Так, ну что, 30-ая минута. Баунтосы снизу-сверху разобрали 2 в 2. И Рошан, Рошан появился. Ларка уже об этом должна быть в курсе. Там она трапа взрывала. И все, заходят Эдишн сюда. Морф тоже рядом. Неоны, неоны, неоны. Пока что дефы и Рошана не спешат. И они уже даже не успеют этого сделать. Потому что он падает считанные секунды. Там регенка еще для Теда тоже нормально. Аегис для Морфа, сыр для Дума. Пока что Темпларка даже не боится умирать здесь. Она с БКБшкой себя чувствует нормально. И ни Аегис не нужен, ни сыр. Дай-дай-дай-далус у Сина. Как же это больно будет. 920 криты. Оу май гад. Я уже не завидую неонам сейчас. Играть против такой Темпларки сильной. Это кошмар. Взрывается пол-ХП у Тролля. Тут же Дума мы закрыли. Не церемонятся. Морф не успевает продлить стан. Неплохая связка пошла по Кентавру и Клопе. Начинает их расстреливать Син. Урона пока не хватает. Но Адаптив есть минус по Марку. Добивает также и Кентавра. Морф даблкил делает. Укет-сик должен стан от Лины. Закатывается, правда, вперед. А у него БКБшка все равно работала. Ему плевать на этот стан. Есть у него Этериал Адаптив. Убивает Тролля. Как же легко для Рипера. Просто изи. Мега-крепы сейчас появляются уже. У него остается один барак. Морф с Аегисом до сих пор сыр. Дум уже потратил, по-моему. Да, потратил сыр. Но неплохо так Скади грызет. Парис. Парис погибает. Скади готов дальше забирать. И Морфа. В БКБшке нормально себя чувствует. Но Этериал на себя. Морф уходит отсюда. Ну барак же допустите, ребят. Барак допустите. Там осталось. 900 хп всего лишь у него. Не спешат пока что это делать. Нужно дождаться БКБшек, наверное. И вернуться через 20 секунд. Его забрать. Но отступают Эдишн. Еще хотят затянуть игру. Не устраивает. Их такая вот легкая победа. Они хотят еще подраться. Ну окей. У них будет Аегис. У них будет двойной Дум. Хотя нет. Еще не скоро будет двойной Дум. Но возможно подождут. Опять же 80 секунд. Там. Ну когда появится Дум. Это уже будет меньше 60. Это будет 50 секунд. Я думаю они подождут. Я думаю они подождут. И уже. После этого пойдут. В атаку на последний барак. Сейчас у Нион. Последний шанс на победу. Нужно идти в трон. Нужно идти. Не знаю. Надеяться на какой-то сноубол. Камбэк. Но шансов на победу у них осталось ровно 3%. И такую темпларку. С таким морфингом и Думом. Переиграть будет уже нереально сложно. У них элементарно не хватает денег. Это раз. То есть нет БКБшки. У условной УКВП. У Лины Аганима не хватает. Кентавр вообще без шмоток. У него даже Алибарды нет. Чтобы затыкать темпларку можно было. Хоть как-то. Шаман уже с Блэкинг Баром. Линза и Глимером. О чем говорить? У него там шмоток сейчас больше, чем у Квопы, мне кажется. Ну не больше, но на уровне. У него 10 тысячный творс. Лина тоже хорошо фармит. Правда, у нее также почти десятка. Вот. Но там у Гримстрока 8300 как бы. Это пятерка. У него Линза, Блинг и Глимеркейб. Это саппорт пятой позиции. Который всю игру ставит варды. У него слишком много ассистов. И очень много фрагов. Так же, как для саппорта. 6 убийств. Даже у Дума меньше, по идее. У Дума 1 фраг. Всего лишь 19 ассистов. Бедняга на Думе просто саппортом здесь. Исполняет роль саппорта. Выходят с Маккентем Эдишн. Готовятся они уже заканчивать эту карту. Скади у Морфа. Все бабки тратят. Они, в принципе, понимают, что им не нужны байбеки сейчас. Так, зоопарк свой забыл сейчас. Здесь Чен. Все это дело зафармил Морф. Ну и все. По нижней линии сейчас этот барак забрать будет. Проще простого. Мне кажется, даже Аегис не потеряют они, чтобы этот барак спушить. Ну, а даже если потеряют, это не страшно. Есть БКБшка. С Айвскади Морфа точно не пробьют. Тут нужно очень долго его бить, чтобы справиться с этим героем. Ну и скрипами заходит Эдишн потихонечку по нижней линии. Последний барак нужно дефать всеми силами. И всеми возможностями. Что по байбекам? Смотрим. Один байбек? Нет, ноль байбеков. Флай Соло единственный, кто сейчас получит свой выкуп. Но это Чен. Вообще не важный байбек. Так, Морф БКБшки. Ну, это зря. Это очень зря. Превращается в Кентавра. Пошла связка от Грима. Сарис даже Стампид. Отлично. Дума. Дума отрезали. Дума могут забрать через лагуну. Отлично. Минус на Мега Крипы. Мега Крипы. Дум свою за работу выполнил. И можно отступать. Все. Игра уже почти выиграна. Осталось просто не нафидить. Уйти. Просто уйти. Дождаться Дума. И с Мега Крипами пойти закончить. Задушить, так сказать. До следующего Рошана нет смысла. Нет смысла ждать. Вообще. Так. Флай соло вышел вздох. Нормально. Так. Нотопис Кадзи тп-аут не успевает ему порезбить. Но попытка была неплохая. Работает Варстомп. Ну что. Против Мега Крипов неоны еще пытаются терпеть. Пытаются играть. Почему бы и нет. Почему бы и не поддефать проигранную 10 минут назад игру с одним процентом на победу. Как бы. Могут себе позволить. До конца гейминг. Ну что-то Тим и Диши не спешат идти заканчивать. Возможно они ждут Рошана Сырного. Еще с Аганимом каким-то для условной Темпларки. Нет наверное. Для Дума скорее Аганим будет приятен. Так. Скади подставился сейчас в миде. Можно его ловить. Цеплять. Сигрим уже рядом. Но нет. Не получается никого зацепить. Нужно Кентавра вырубать на самом деле. Он с Тампидом сильно мешает. Я бы на их месте вот прям фокусил Кентавра. Даже больше чем Тролль. Он тебе сейчас мешает. Прыгать. Давать Кентавра связку. Там уже с кем свяжут. Неважно. Но главное чтобы Кентавра залетал Дум через связку. Вот. Хороший бринкаут от Темпларочки. Она все четко. Четко читает. Уидишь он 12 карт Устриг был. Ну что. Похоже Устриг заканчивается. Мидия закрылась с него. Ох как же больно залетает РРУ. Прыжок к Темпларку. Тут же Хекс. Дум пошел. Так. Кентавра задумали. Все. Кентавр под связкой. А где Дум? Дум. А вот Катя что? Почему они напали без Дума? Ладно. Щена забрали. Дальше Рипер. Хороший станчик Кентавра и Тролля. Связали его. У Тролля есть Сатаник и Ульт. Но он его не успеет нажать. После байбэка погибает Тролль. Все. Это конец. Это Риал ГГ. Морф еще и Квапу зафармил. Супер легко. Рэмпэйдж делает Рипер в конце. Батя-батя на Морфе. Без вопросов. Все. О, спокойно. Хватит. Там уже под фонтан полез. Рэмпэйдж.